Казахстанцы, нарушающие правила карантина, заплатили за это почти миллиард тенге. Причем третий из них – это те, кто не носил маски, устраивал банные вечеринки и тои. Количество оштрафованных жителей страны приблизилось к 16 тысячам. Специалисты отмечают нарушителей с каждым днем все больше. Уставшие от запретов люди снимают маски, забывают о дистанции и больше не хотят сидеть дома. А между тем, вот такое беспечное отношение к мерам безопасности уже спровоцировало новую волну коронавируса в соседней России. Что же ждет нашу страну? Этот вопрос наш корреспондент Ксения Поленица задала специалистам. Алматинцы – главные нарушители карантина в стране. За последние три месяца в городе наказали почти 4 тысячи человек. В основном это владельцы баров, ресторанов и ночных клубов. Они, кажется, забыли о мерах безопасности. Отсутствие масок на персонале, рассадка гостей без дистанции и работа по ночам. В тройке самых непослушных регионов – Туркестанская и Кустанайская области. За несоблюдение мер за время пандемии в стране оштрафовали почти 16 тысяч человек. И это только по официальным данным. Такая беспечность серьезно пугает специалистов. Мы далеко не все понимаем и сегодня. Какова динамика развития этой пандемии? Мы не можем объяснить, с чем конкретно связаны все аспекты продолжения этой пандемии, так называемой второй волны. Кое-что мы понимаем. Мы понимаем, что это связано с безответственным поведением многих представителей населения. Казахстанцы стали забывать о безопасности. Защитные маски надевают лишь в местах, куда без них не пускают. В остальных случаях повязки спрятаны в карманы или сумки. А между тем любая поверхность может хранить коронавирус. Опасность стоит даже мобильный телефон. Австралийские ученые накануне подтвердили – вирус на экране живет до 28 дней. И при разговоре вполне может попасть в организм. Появились сообщения о том, что вирус был выделен через 36-72 часа на таких поверхностях, как картон, пластик и металлические поручни. Как попадает вирус на смартфоны и поверхности? Точно так же, как и на людей воздушно-капельным путем. Те предметы личного употребления, которые вы можете обработать, и если у вас такая есть возможность, санитайзером обработать телефон, что-либо еще, то желательно это сделать. Обработка рук и поверхностей – важное правило. Особенно его надо соблюдать в местах массового скопления людей. Магазины, рынки и аптеки в зоне повышенного риска. Там вместе с масками эпидемиологи призывают надевать и перчатки. Они уже стали обязательными в соседней России. Неповрежденные и небольные участки кожи непроницаемы для новой коронавирусной инфекции. Однако очень сложно говорить про микротрещины, которые часто бывают на руках, которые мы не видим и не чувствуем. Именно поэтому врачи рекомендуют ношение перчаток в местах массового скопления людей, общественном транспорте, где вероятность попадания вируса через эти микропорезы и микротрещины очень высока. Чтобы вирус попал в организм, нужно всего несколько секунд. Опасным диагнозом может закончиться даже обычная поездка в автобусе. Именно в общественном транспорте пассажиры чаще всего теряют бдительность. А между тем вирус здесь может осесть где угодно. Самыми грязными считаются поручни. Ученые выяснили, проще всего заразиться в общественном транспорте. Здесь пассажиры прикасаются к поверхностям больше ста тысяч раз. Чтобы минимизировать риск, автобусы и троллейбусы после каждого рейса обрабатывают. Только за день в Алматы дезинфекторы распыляют больше тонны средства. Автобус подъезжает на конечной остановке. Дезинфекторы заходят, сначала проверяют крупные муссы, собираем. После чего заходит ОПД, дезинфекцию полное распыление, делает дезинфекцию. Как дезинфектор выходит, заходит ОПУ, полностью протирка поручной перилы. После чего мы открываем все окна, проветриваем автобус. 4-5 минут автобус стоит и потом только заходят пассажиры. Впрочем, одной обработки недостаточно. Без масок и соблюдения дистанции остановить коронавирус вряд ли получится. Специалисты призывают не терять бдительность. Напоминают, как скоро наступит очередная волна пандемии и какой она будет, зависит от каждого из нас. Ксения Поленица, Алмаз Нурдос, КТК, Алматы.